Ну что, друзья, привет! Прошел у нас денек очередной, а мы поменяли кабину. Смотрите теперь, какая у нас кабина. Да? Можно спать. Клево. Конечно же, мы не поменяли кабину. Наша кабина где-то вот там стоит. Сегодня мы встретились с Василием, нашим коллегой. Тоже ездит в Волгоград, в Санкт-Петербург. Круга рейсы катает. Я вам сегодня хочу показать, тут же опять не про ремонт и не про что, а просто показать вам еще одну модификацию Мерседеса. То есть их до такой степени много, а так как у меня знакомые только на Мерседесах, будем сегодня смотреть его. Смотрите, какой это год, Вася? 92-й. 92-й год на год младше нашего. И смотрите, вот он на год младше, но как все сохранилось, да? То есть хозяин был адекватный. Тоже, смотрите, красиво, да, вообще сделано. Камазовский вообще идеально стоит. Снимался этого. То есть весь пластик целый, не то что у нас тут все без щелей. Ой, это что такое? Это гидроборд, да, был? Был, наверное, гидроборд, я не знаю. Это освещение будки, да? У меня же не будка, у меня же этот темп. Ну а для чего это? Ну это просто... Короче, да, смотрите, какая у него модная рация. Малютка, малютка прям вообще крутая. О, у тебя этих нет, они в фургончике лежат. Есть, да, 500 рублей. В смысле 5? Вообще барыги. Полностью. Да, так, салончик, смотрите. Это, как говорится, как вы... Просто тюнинг колхозный, как бы. А чё, вообще идеально. Смотришь телевидение. Не знаю, прям в пробках. Это как вы, ребята, все мечтали, да, на кто ездит на них со спалкой машину. Вот это вот реально шик. Смотрите, какая, во-первых, высокая крыша, насколько она поднята. Колоночки уже, смотрите, как сделаны модно. А где родные должны... Вот тут. А, вот, а у нас вот тут стоят они. Видите, смотрите, высота какая крутая. Уже люк. Ну и, конечно, самый шик, то, что все мечтаем мы, это спальное место. Ты его поднимал, да? Поднял спалку, да. Да, то есть там, там... А, два спальных места. Да, да, и я вот приподнял 10 сантиметров. Там ящики у тебя, автономка стоит. Да, автономка с той стороны, здесь вещи такие, ну, как бы... Блин, очень, очень шикарно. Конечно, на таком... А если такой взять еще 7 метров? Ой, шик. Просто кайфец. Смотрите, тут самое, что я вам... Я-то не обзорщик. Я вам просто показываю, какая модификация может быть. Вот у нас, вы помните, да, у нас 5 стул, без турбины, 366-й мотор. Да? Да, 366-й. У Артема, в предыдущем видео, отеговский мотор, 904-й, 5 ступ. Ну, с турбиной, понятно, они только идут. 7-метровый. 7-метровый, да. Здесь у нас все кардинально по-другому. У нас стоит, смотрите, 6 ступ. А самое главное, это вот этот рычажок. А как он? Делитель, господа. Делитель. Она 6 ступеней с делителем, получается 12 скоростей. То есть, вы, предположите, да, нифига, он поедет, наверное, сотку. Да, я бы сказал, 120 с таким, как КамАЗ, блин, должен переть. Но, увы, сейчас мы выйдем, я вам расскажу, почему. Блин, нет, ну круто, круто, мне прям нравится. Прям. Вот этот пластик, да, еще надо? Вот он, видите, тоже, кстати. Я вам сниму, сниму вам ролик. Я куплю все-таки эту штуку. Вот, видите, все, не болтается. Отпускаю вал, болтается. Не болтается, отпускаю вал. И кто бы что вам не говорил, короче, ребята, это не в рулевом редукторе дело. Это дело в шлицевом соединении. То есть, нет, а вы даже можете не увидеть. Вот, например, у Василия видно, видно, как ходит шлиц и втулка образно, куда вставляются шлицы. У меня еще не видно, но у меня так же стучит. То есть, стук слышен. Кто там, нам звонит, да? Василию надо подогнать. Блин, наверное, на стенке лежит петаль, по-моему. Сейчас я вам снова включу. Однако, здравствуйте снова. Ну так вот, про рулевой. Это будет отдельное видео. Будет интересно всем владельцам мерседесов. И кто это видео не пропустит, избавится, я надеюсь, от вот этого стука. Смотрите, вот эта штука, она не продается новая. Их нету, ни аналогов, ни новых. Вот с завода, как идет с кабиной, так и будет. Но мы нашли решение устранения этой проблемы. Без сварки, как Леха, привет, кстати. Без сварки, без нагрева будем делать новую втулку туда. Причем голыми руками, без перчаток. Все, пойдемте сейчас посмотрим. Мы что, спал, ну вы хотели всегда кабинку. А что кабинка? Ну здорово, очень круто, конечно. Зависть, да, весь. Пойдем смотреть снаружи, посмотрим его маленько, быстренько. И маленько я расскажу, длинный ролик не буду писать. Блин, ну коробку, конечно, да. Мы померили, короче, базу. Короче, от колеса до колеса. Да, у меня 535 база, а у Василия 425. Ну вот смотрите, вот так он снаружи выглядит. Тоже аккуратненький. Да, уже он облагородил. Уже кабина идет, поднимается. Эти гидравлический подъем. Ну это как бы на любую кабину можно поставить, но продается отдельно, универсальные есть. Уже самопальный, да, у тебя третий лист? Да, это уже третий. Помните, да, как я у Артема показывал? То есть родной лист будет вот такой. Еще один. Лежит дома уже. Да. А у тебя тоже, кстати, масло капает с... Знаешь откуда? У тебя коренной что ли течет? Нет, там же, нет. Там же течет у меня спереди. Это все по двигателю. А, по двигателю? Ну как понял, за вихрением. Потому что сейчас сцепление меняли. У меня в корзине масло, а сальники все сухие. Ой, видите? Смотрите, коробка вообще другая. Абсолютно другая она. Форма ее даже другая. По-другому все расположено. Ну и самый главный минус этого автомобиля. То, что у него короткая база. То есть минус спальников. Он забирает у вас раму. И у тебя сколько получается будка? 5? 5,70. 5,70. Наружу. Это 13 евро полет? 13. Ну а так что? Все стандартно, как у нас у всех. А на 13 евро полет работы, как говорится, нет. Ну, купи газели, езди свои 8 полет. Возит смысл? Вообще мерседесы с 13 полетами. И, короче, мы сейчас нашли. У него беда еще с мостом. Мост у него отсюда. У тебя даже крышка другая. У него мост тихоход. Да. Он вот со всеми плюсами своими, что у него 12 скоростей. Турбомотор. Он едет у нас. Сколько ты на 2000 едешь? 80, 78? Ну да, где-то. Короче, заниженный мост. А сделан этот гадкий наши немцы. Сделали под прицеп. Вот. То есть он таскал прицеп, из-за этого он заниженный. И все. И получается плюсы кабины убивают минусы ходовой. То есть менять редуктор. А что? Ну только редукторы поменять. А, ну и плюс наша рама. Рама. Слушай, а подожди. А у тебя свеса-то вообще нет? Тебе можно ее нарастить? А, у него вон свес какой. Больше, чем у нас сзади. У него сильно короткая база. Так что ему надо менять раму. Видите, есть плюсы, а есть и минусы. Ну тоже человек работает. Главное, Мерседес. Он не подведет нигде. Может еще и Маза снимем нового. Смотрите, про бак. Я что-то прошел. А бак-то не такой, как у нас. С Артемом. Это бак на дальнобойных этих комплектажках стоит. Ну, заточенный, типа. 200 литровый или 250. Ну, короче, вы поняли, да? Видите, горловина у него с другой стороны. И он сам по себе больше. Автономочка так же. Ну, самое, видите, да, минус у него. Спалка, 170 кобыл, а короткая база. Вот ты что делаешь, да? Прям обидно. Куда смотрели немцы, когда это все делали? Ну, неизвестно, откуда он вывесен. Блин, тоже по вину у него бьется вот этот вот спалерочек. Не пневмо, он обычный. Блин, да, вообще обидно, обидно, что будка... Ну, хотя бы до 15 евро по лет, хоть куда не шло, то можно. А так, короче, Василий вот нам рассказывает, что, в принципе, потихоньку-потихоньку с Волгограда он перебежками так через Москву добирается до Питера. С Питера так же перебежками через Москву он уходит на Волгоград. Не хватает, конечно же, ему будки, но ее невозможно поменять, потому что очень большой свес. Ну, и самый тоже есть минус такой, один из минусов. Расход топлива. Если наши Мерседесы жрут 14 литров, то эти Мерседесы жрут 18. Что у Артема, что здесь 366-й турбомотор. Турбина все-таки сжирает. Да, мне нравится прям. Конечно, в нем очень... Ну, он еще и сохранился, видите, он не то, что у нас. Потолок еще все чистенькое, понятно, помыто. Но спать тут, конечно, очень круто. Тоже уже, смотрите, начало гнить. Не то, что он... А вот у тебя отвалилось, например, вместе с этой штукой. Да, она крыло садится, потому что здесь вот дырочка, тут мышки живут, наверное. Ну, там тоже, видишь, чуть-чуть. Ну, есть чуть-чуть, конечно, уже. Василий, ну расскажи, сколько ты по весу возишь? Ну, самое большое возил 6. Так, в основном, 5. До 5? До 5. 5, да, до 5. Ну вот, то есть и нормально, ничего не рессора не ломается, ничего? Пока нет. Шикарно. Был первоначальная загрузка, неправильно распределил груз. Куда, как ты распределил? Кинул все наперед, и получилось так, что у меня сломался перед. Это у тебя уже был доложен, нижний, или нет? Они уже были, да, доложены, уже были, вот эти дополнительные. Я уже взял, надо просто сделать, никак времени не выберу. Вот, добавить третий лист, и все-таки планирую тоже поставить воздух на пелье. Вот, вот это правильно, правильное решение. Хотя бы самое. Оно дешевле, даже маршалы стоят дорого, вторые рессоры. Сейчас вот ровно стоит, рессоры из-за того, что уже впереди стоит тонна. Вот, и уже, у меня кладешь 200 килограмм, он уже на отбойник ложится. Видишь? То есть, у тебя вот этот лист поддерживает неплохо. Он поддерживает, но он выгибает. Сильно, сильно. Из-за этого, то есть, следующая поломка, грубо говоря, на кочке, вот тут вот лопнет у вас лист. То есть, почему надо? Берите не родной лист, но берите его хотя бы, чтобы он вот сюда заходил. На пятно контакта. Лучше родной, но стоит, лучше, конечно, воздух, но и родной пойдет. Но с нашими ценами, я говорю, маршал стоит, по-моему, лист 7 тысяч на армтеке. Так что, ну, видите, как подрамничек тоже сделан без прокладки, да, резиновый? Ну, что-то есть. Ну, без деревянной. Что-то, что-то, что-то есть. Так что, вот так. Это очередной наш мерседесик, наш коллега. Волгоград. Города-героя Волгоград. Видите, все довольны, работа есть. Что, главное, силы есть, работаем. Показали вам мерсика, какого. И что будем встречать, будем так же снимать. Так что, все, не переключаемся и смотрим дальше. Ну что, друзья, вот мы встретились с Василием. Опять на ленточке. Поговорили. Немноженько. Я не обзорщик, и канал у меня не про обзоры. Это просто я вам рассказываю про людей. Про людей и про технику. Значит, что, ну вы поняли, да? Спальник это хорошо, но когда у тебя мозг скоростной и будка 7 метров, еще лучше. А мы, значит, что, мы не можем долго так трещать, стоять. Мне надо спать, потому что мы сегодня утром выгрузились. И надо, надо чуть-чуть еще поспать. Ну, я ночь спал-то, долетел быстро. Еще поспать, потому что ехать обратно, повезем запчасти. И все, и у нас будут 3 дня выходных. Кайфом. Вон, Рома, Рома звонит. Сейчас мы Роме перезвоним. Ну, а так, все, что, видите, на всем можно работать, зарабатывать. Техника не подводит. Фу-фу-фу, Мерседес, он и в Африке Мерседес. Все, чуть-чуть больше, я хотел именно просто показать вам Василия. То есть, как с коллегой, буду так и снимать. Подходили там к МАЗу, к Корнет. Хотел я снять немножечко, но, говорю, время, время, уже 2 часа дня. У меня с 4 загрузка, а мне еще поспать надо. Взял, зашел тут деткам, вон, подарок. Маленько, с большим и маленьким. Мелочуху. Что, папа, что, папы нет целый день? Целую неделю. Какая-то присадка, комплексный топлив, топливный системы для дизеля. Это, на поедем, заливаться солярочкой, зальем. Я люк, кстати, второй раз уже, блин, неплохо тянет, так намного лучше. Все, Василий выезжает, и мы поехали. Накачали наше Стеллоковский, Стеллоковский, бля, я сниму специально про Стеллоковский. Этот. Качество, не берите, не берите. И экономия. А затем верните на него. Должна быть экономной, но... Я не... Как же так... О-па-па-па-па-па-па. Ха-ха. Стеллоковский, это прям жесть. Очень говеная фирма, реально хватает на месяц. Что спильки, блин, что вот у меня выжимной, блин. элементарные вещи должны которые ходить у вас не ходят берите ребята все с группу ватсапа с марсада вот по своему опыту советуют брать фирму fte она более-менее говорят входит хотя бы год ладно все ребятки чего будет чего тема какая-нибудь интересная вам обязательно обязательно включусь сниму а пока поехали на загрузку всем хорошей рабочей недели и выходных сказать друзья про замену вас а помните говорил я шар короче уже скажу я вам машин 12 по моему совету короче там начали менять масса и реально реально вот на теги рома поменял 3 500 15 литров залили замет 3 500 ребята не надо затягивать получается на 10 15 20 тысяч замена 8000 дает нашел римула r5 я списывался с заводом который здесь подмосковье они сказали 8000 дают гарантия что вас заработает 8000 3500 то есть кто ездит по городу то это вообще может долго наездить а кто по межгороду вот у меня питер москва питер короче один круг москва питер москва это полторы тысячи километров вот смотрите полторы тысячи километров мы зарабатываем так сколько берем до минимально до 33 тысячи рублей полторы тысячи полторы раз-два-три-четыре на шести даже если меня 4 5 даже можно до со 150 тысяч за три с половиной тысячи потратить да так что будем менять наверное чаще ладно все вот теперь точно все все всем пока были только чтобы коллега на черном mercedes 814 не стала снимать то что обычный мотор как у артема 904 но на короткой базе как всегда все пока